Зелёная карета Фестиваль «Зелёная карета» интересен тем, что отборочный тур здесь не очный, а проходит дистанционно, через интернет. В этом году из более чем 200 заявок экспертный совет лучшими назвал 62 исполнителя. Их награда – поездка в Красногорск с возможностью выступить в финальном галоконцерте. Экспертный совет работал в течение всего года. Отсматривалось, отслушивалось большое количество музыкального материала, который присылали. И сюда уже приехали только отобранные победители. Но на самом деле для детей и так очень волнительно выходить на такую большую сцену, ещё как бы соревноваться. Я считаю, что каждый ребёнок уже победитель, если он вышел на сцену, тем более с гитарой. Показать своё мастерство приехали ребята из 28 регионов России, а также соседних государств – Украины и Белоруссии. Авторская песня объединяет, говорят участники. Каждый год песенный марафон тематический. Лейтмотивом «Зелёной кареты» 2017-го стала тема экологии. Я исполняла песню Ирины Левинзон «Осень». У нас год экологии. Мы решили выбрать песню, посвящённую природе, любви, так как это касается экологии души, как сказали ведущие у нас выступления. Поэтому песня очень близка мне, затрагивает разные моменты, которые сейчас переживаю, на которыми думаю сейчас. Глафира Фадеичева из Красногорска – самая юная участница фестиваля. Ей всего 7 лет. Для исполнения в финале «Зелёной кареты» она выбрала шуточную песню композитора Сергея Никитина на стихи «Милна» про хвосты. Это, как бы сказать, у разных животных есть хвосты, а у меня нет. И у вас нет. Поэтому я пела об этом. «Зелёная карета» в Красногорске – это не только гала-концерт, где каждый участник может представить своё творчество публике, но и реальная возможность познакомиться со своими единомышленниками, причём не только ровесниками. Когда они приезжают сюда, встречаются с бардами, которые уже за плечами много чего, то они, конечно, могут им подсказать какие-то вещи, которые, может быть, даже педагоги не совсем знают. Потому что педагоги в основном – это не действующие барды. Здесь вот такой практический обмен опытом, он очень важен. Ребята не только пели, но и аккомпанировали себе в лучших традициях Юрия Висбора, Булата Акуджава, Александра Галича и Олега Митяева. Они продолжатели славных традиций авторской песни, которым, судя по количеству желающих исполнить своё любимое произведение на красногорской сцене, ещё жить очень и очень долго.